Приветствую вас! Вопрос, мне кажется, поставлен не совсем корректно. Важно не почему, а как. Влюбиться можно по-разному. Можно влюбиться в отношения человека к нам, а можно влюбиться в самого человека. В первом случае, когда мы влюбляемся в отношения человека, мы самого человека как такового не любим. Мы любим то, как он к нам относится. Не более того, то, что описываете вы, очень похоже именно на данный момент. То есть то, что вы описываете, очень похоже на то, что вы влюбились в отношения. Вы влюбились не в самого человека, а вы влюбились по большому счёту в то, как вы себя с ним чувствуете. Вот как вы себя с ним ощущаете, вы улыбаетесь, он заставляет вас улыбаться, возможно смеяться. Вот в это состояние вы и влюбляетесь. То есть вам этот человек даёт возможность чувствовать себя определённым образом. Что, соответственно, вызывает у вас привязанность к нему. А привязанность вы уже интерпретируете как влюблённость. Хотя на самом деле, к влюблённости это никакого отношения не имеет. Это именно что привязанность. Это именно что зависанность. Вот. Но влюблённость в человека означает желание сделать человека счастливым, желание способствовать его личностному росту. С чем заключается принципиальная разница между влюблённостью в отношения и влюблённостью в самого человека. Резонным вопросом будет, почему некоторые люди влюбляются в отношения к себе, а некоторые люди влюбляются именно в самого человека. Ответ на этот вопрос прост, хоть и неприятен. Дело в том, что человек влюбляется в отношения к себе тогда, когда не несёт ответственности за свои желания. В тот момент, когда человек отвечает за то, что он хочет, за то, что ему нужно. Влюблённости в отношения не происходят. Ибо люди не вызывают в человеке столько эгоцентрированных эмоций. Вот, собственно, ответ на ваш вопрос. Ну, соответственно, исходя из того, что я сказал, полагаю очевидно, что вам нужно работать со своей потребностной и эмоциональной сферой, для того, чтобы человек, которому вы сейчас испытываете то, что вы называете влюблённостью, перестал вызывать у вас такие ощущения. Ну или, по крайней мере, их стало меньше. Чтобы вы увидели человека, самого человека как такового. И решили быть для себя, а хотите ли вы сделать его счастливым. Если хотите, это влюблённость. Если нет, это просто привязано. Надеюсь, вы подойдёте к этому вопросу серьёзно, потому что по итогу можете страдать и вы, и ваш мужчина. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Спасибо. 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 Спасибо.